Всем привет! В прошлом видео мы с Ильей рассказали о влиянии толщины направляющей на плавность телескопа вилки Лефти. К сожалению, Илья на больничном, поэтому об этом процессе подробнее расскажу и покажу на примере вилки Лефти 2.0 с алюминиевой штаниной. Это вилка моего товарища, которой необходимо сделать полное ТО. И, конечно же, я решил проверить насколько плавно здесь ходит телескоп. Для этого мне необходимо было выкрутить демпфер, который дает колоссальное сопротивление, а также бушинг вместе с сальником, который тоже дает сопротивление. Какое именно, мы узнаем немного позже. Для того, чтобы проверить, при какой нагрузке будет страгиваться вилка, мы будем использовать маркированные грузики общим весом 1280 грамм. Стоит учесть, что так же, как и грузик, штанина является частью подрессоренной массы. Ее вес составляет порядка полукилограмма. Чуть точнее мы узнаем немного позже, когда мы разберем телескоп. Собственно говоря, сейчас мы проведем эксперимент, при каком весе произойдет страгивание. Но стоит учесть, что на страгивание необходимо прилагать немного больше усилий, чем на движение. Давайте поставим грузик 360 грамм. Ничего не происходит. Добавим еще такой же грузик. Дополнительный вес у нас теперь 720 грамм. 730. Ну и давайте добавим сначала маленький грузик. К сожалению, не происходит ничего. Давайте добавим еще один грузик. Побольше. Да, вилка у нас тронулась. При дополнительном весе 1 килограмм. Ну, сейчас мы будем подбирать толщину направляющих. 1, 2, 3 или все 4. Мы узнаем немного позже. Ну что ж, приступлю к работе. Пользуя случая, мы проведем мойку телескопа. используя мойку высокого давления. Что ж, теперь мы просто промоем нашу штанину от химии. Просушим и можем собирать. Итак, математическим и эмпирическим путем высчитал, что необходимо заменить две пластины. К слову, телескоп я разбирал дважды, чтобы достичь, как мне кажется, оптимального значения плавности хода телескопа. И теперь давайте сравним и проверим, будет ли ходить телескоп под весом собственной штанины, к слову, которая составляет 704 грамма, или же понадобится дополнительный вес. Как мы видим, телескоп вполне прекрасно ходит под весом штанины, никаких люфтов не наблюдается, что очень важно. Но, помимо всего прочего, мы добились еще двух очень важных таких профитов, о которых мы расскажем, я уже надеюсь, с Ильей в следующем видео про Ресет. И нам осталось проверить, насколько сложнее ходит телескоп с бушингом и сальником. Для этого мне надо будет сейчас закрутить бушинг, залить в ванную масло и еще раз протестировать. Закрутили мы бушинг сальником, залили оригинального масла от РСП, для этого нам необходимо было вкрутить демпфер, дали маслу стечь и теперь можем провести опыт, под какой же дополнительной нагрузкой будет страгиваться телескоп. Для начала возьму маленький грузик весом 219 грамм. Как можем видеть, телескоп двигается под весом дополнительным 219 грамм. Вес штанины напомню, составляет 704 грамма. Производитель рекомендует влезать в телескоп, менять бушинг либо направляющие, при условии, если дополнительный вес, необходимый для страгивания, превышает 2 килограмма. Я считаю этот показатель слишком большой и думаю, что менять и настраивать телескоп надо, если он начинает ходить при весе более 1 килограмма, а то и менее. Конечно же, это будет зависеть от того, насколько новый сальник, потому что именно он создает наибольшее, практически наибольшее трение. Ну и помимо всего, как я говорил, кроме плавности хода вы получите еще 2 огромных бонуса, которые вполне могут сказаться на ваших финансовых затратах. О них я расскажу уже с Ильей в следующем видео, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал и до встречи!